Привет! Сегодняшнее видео будет посвящено амфотерным оксидам. Если вы смотрели предыдущее видео, вы знаете, что оксиды бывают кислотные, основные и амфотерные. Амфотерные оксиды это оксиды металлов, которые проявляют, скажем так, двойственные свойства. Амфотерные оксиды могут растворяться как в кислотах, так и в щелочах. Сегодня я вам расскажу про такое свойство амфотерных оксидов, как их взаимодействие с кислотными оксидами и с основными оксидами. Показываю это на примере амфотерных оксидов цинка и оксида алюминий 2О3. Итак, я уже написала и уравняла, чтобы не тратить на это время. У нас с вами есть амфотерный оксид цинка, цинк-О. При взаимодействии с кислотным оксидом, СО2, это оксид кремния, при температуре мы эти два оксида сплавляем. У нас образуется силикат цинка, цинк-силициум-О3. Это соль. Почему именно такая формула? Объясню. Может быть у кого-то проблема с составлением формул солей. В солях всегда на первом месте металл, на втором кислотный остаток. Мы знаем, что кислотному оксиду СО2, оксиду кремния, соответствует кремниевая кислота, у которой формула H2-силициум-О3. И силициум-О3 это кислотный остаток от кремниевой кислоты. Поэтому формула соли будет цинк-силициум-О3. Если мы возьмем оксид алюминия, алюминий-2О3, он амфотерный, и будем сплавлять его с основным оксидом натрий-2О, это оксид металла щелочного, у нас получится вот такое вот вещество натрий-3, алюминий-О3. Это алюминат натрия, ортоалюминат натрия. Вот это вещество, во-первых, эту реакцию необходимо запомнить, что у нас амфотерные оксиды могут сплавляться с основными оксидами, и образуют вот такие вот вещества по типу солей. Сюда в их состав входят два катиона металла, входят и натрий, и алюминий. Если мы возьмем цинк-О и натрий-2О, и тоже будем их сплавлять, у нас получится вот такое вот соединение цинкат-натрия. На первом месте натрий, на втором цинк, тоже вещество по типу солей. И рассмотрим, например, давайте возьмем оксид калия, основный оксид с алюминий-2О3, он нам даст алюминат калия, ортоалюминат калия, калий-3, алюминий-О3. И также демонстрирую двойственность амфотерных оксидов в том, что вот алюминий-2О3 может у нас сплавляться с оксидом кремния, и будет силикат алюминия. Итак, что нужно запомнить из данного видео, что амфотерные оксиды проявляют двойственные свойства, и могут реагировать у нас как с кислотными оксидами, вот я на примере СО2, так и с основными оксидами, вот натрий-2О, калий-2О, при температуре они сплавляются и образуют вот такие вот вещества, вот это алюминат, вот алюминаты, и вот цинкат, и это необходимо запомнить. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях, какие видео на какие темы вы еще хотите, чтобы были рассмотрены на канале. Также у меня есть инстаграм, ссылка на него есть в описании, можете переходить там, я тоже в эфире рассматриваю различные задачи.